В дни самых любимых праздников очень приятно видеть улицы, магазины, кафе и рестораны, салоны красоты и парикмахерские в красочном новогоднем убранстве. Но праздничные чудеса не происходят сами собой. Об их творцах шла речь на первом нынешнем году аппаратном совещании в Славянской районной администрации. К Новому году и Рождеству наши славянские сельские поселения преображаются. Разноцветные огоньки гирлянд украшают праздничные елки и магазинные витрины соревнуются между собой в красоте и своеобразии. Все это создает у славянцев приподнятое настроение. В конце концов выигрыши все, потому что красивое оформление способствует покупательской активности. На аппаратное совещание были приглашены лучшие из лучших представителей потребительской сферы. Хочется сказки, поэтому в этом году мы оформили особенный магазин. Мы сделали камин с подсветкой, с углями, с деревьями, с совушками, со всякими снежными шарами. Дед Мороз на санях, собака тащит, потому что госсобаки вроде бы как. Ну, в общем, получилось неплохо. Народ это оценил. Глава Славянского района Роман Синеговский поблагодарил приглашенных. Тех, кто проявил недюжинную фантазию, не пожалел времени и средств, отлично оформив свои магазины и кафе. Вы проявили свою гражданскую позицию, любовь к нашей малой родине, потратили деньги, потратили время для того, чтобы действительно город, район, в целом наши поселения, они выглядели достойно, симпатично, красиво, весело, для того, чтобы действительно было праздничное настроение. Большое спасибо. Хотел бы, чтобы и вот остальные наши предприниматели, наши бизнесмены равнялись на вас, на лучших. Благодарственные письма были вручены наиболее отличившимся в праздничном оформлении. Конечно, им было очень приятно, что их труд заметили и оценили по достоинству. Магазин, прежде всего, должен привлекать своим входом. Детки должны приходить, они должны радоваться и заряжаться позитивной энергией. И мы просто не имеем права не оформить и не выделиться. И мне кажется, все жители города поняли, что наш магазин действительно является украшением нашей площади. Итоги проведения новогодних и рождественских мероприятий в Славянском районе подвёл заместитель главы района Виталий Титаренко. В каждом поселении проведено новогоднее мероприятие. В целом их состоялось 531. Если говорить по поселениям, 34 640 человек – это по средним подсчётам участников, более 17,5 тысяч детей. В праздничные дни было проведено много замечательных мероприятий. Молодёжный новогодний фестиваль, конкурс детских работ «Чудо-ёлка-2017», зимний кубок «Что, где, когда», благотворительная акция «Ёлка желаний», многочисленные представления местных и краснодарских артистов, музыкально-развлекательные программы для взрослых и детей и концерты. Словом, праздники удались на славу и оставят в душе всех, кого они коснулись, самые приятные воспоминания. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».